Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 31 мая, Православная Церковь совершает память Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. В этом праздновании собраны все семь столпов Церкви, семь Вселенских Соборов. Наша Церковь отдельно празднует память Святых Отцов каждого Вселенского Собора. Семь Вселенских Соборов – это становление Церкви, ее догматов, определение основ христианского вероучения. Поэтому очень важно, что в самых сокровенных догматических законодательных вопросах Церковь никогда не брала в высшие авторитеты мнение одного человека. Было определено, и по сей день так и остается, что авторитетом в Церкви считается соборный разум Церкви. Первые два Вселенских Собора были в IV веке, следующие два – в V, два – в VI. С VII Вселенским Собором в 787 году заканчивается эпоха Вселенских Соборов. В IV веке, когда был период мученичества язычников и христиан, здесь было очевидно и понятно, кто на какой стороне, кто за что борется. Но не дремлет враг, борьба продолжается и принимает более изощренные обороты. Это не борьба язычества с христианством, а борьба дьявола и человека. Здесь уже нет плюса и минуса. Теперь в самой среде христианской среди самих христиан появляются церковные люди, которые несут дух тьмы, бывает, что это пресвитеры или даже святители. Зараженные авторитетом церковных учителей ереси, за ними идут сотни и тысячи христиан. Такой новый способ борьбы с человеком изобретает дьявол. Церковь пробуется на прочность, изнутри ересями и расколами, еретическим учением. IV век – время двух первых Вселенских Соборов, эпоха образовательная, когда приходят великие учители церкви – Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Николай Мерликийский и многие другие. Святые отцы начинают формировать богословскую мысль, но пока она не сформирована, еретики пытаются подменить понятие «откровение о Боге», о лицах Святой Троицы, Спасителя, Духе Святом. Становится крайне важным собраться и выработать те святые правила, которые останутся и будут крепче камня. Тверже железо останутся до скончания всего существования мира. Вселенские соборы обычно собирались в самые сложные исторические периоды жизни Церкви, когда волнение в христианском мире ставили православный народ перед выбором. Могучая эпоха Вселенских соборов от IV до VIII столетия выработала те догматы и те законы, которые непререкаемо завершаются в нашей Церкви по сегодняшний день. Церковь выстояла в таких невероятных мученических условиях, невероятных испытаниях, и православие торжествует в 1014 году. Праздник, в который чтится память святых отцов, семей Вселенских соборов, никогда не потеряет актуальность, потому что и по сегодняшний день враг рода человеческого и запретает новые, очень серьезные способы борьбы с человеком и с Церковью. Великий подвижник нашего времени, недавно ушедший архимандрит Иоанн Крестьянкин, отмечал, что русская Церковь многострадальна по образу основателя ее. Мы все идем вслед за Господом, за крестоносцем, что сотворил XX век с нашей Церковью. Насколько далек был человек от Бога в древние времена и сейчас. Посмотрите на другие церкви, кто более подобен Христу, более мученической, гонимой и уничтожаемой, чем русская православная Церковь. Церкови нет. Ныне мы стали возвращаться мыслю к Богу, но уже стоят за нашей спиной лжемессии, кого только в 90-х годах мы не видели в России. Католики строят свои храмы, проповедуют протестанты, кришнаиты и индуисты. Все по-разному учат о Боге, а что происходит на Украине, Русском и Ордане, на Днепре. И сейчас борьба за православие только усиливается, если взять ситуацию вокруг преподавания в массовой школе основ православной культуры. Поистине поле битвы, сердце человека. Раздирается тело Церкви принципиальными расхождениями, самым высшим кумиром. Мерой всего сущего становится человек. Молодые люди хотят быть успешными, богатыми и идут по этому сомнительному пути достижения любыми путями. Успеха в этом мире. Не зная о том, что слова Священного Писания «Ищите же прежде Царствие Божие и Правда Его», и это все приложится вам, остаются пророческими на все времена. Чтобы понять, куда идти в этом множестве дорог, как столпы, как опора, стоит память святых отцов и то, что они оставили после себя. Все их догматические решения хранит православная Церковь. Мы и названы православными, значит, стоящими на правом пути. Святые отцы не дают нам заблудиться в этом бушующем море современных научных и ненаучных мнений. Они оставили нам неизгладимое наследие в виде догмата в Церкви, который и держит нас непоколебимо на пути православия. Богословская мысль во времена святых отцов формировалась под влиянием одного мощного фактора необходимости защиты христианства, с одной стороны, от натиска языческого мира, с другой, отраслевающего влияние ересей. Но их основополагающие идеи на все времена. Христианское богословие развивалось, образуя стройную вероучительную систему, заключавшую в себе вечные истины, объясненные понятным для современного человека языком, подкрепленные рассуждениями разума. Величайшее достоинство святоотеческого богословия в том, что оно развивалось, не отрываясь от апостольского предания, основывалось на божественном откровении и соответствовало запросам жизни. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых мучеников Феодота Анкирского и мучениц Семидев, Александры Тикусы, Клавдии Фаины, Евфросии, Матроны и Иулии, мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины, преподобного Макария Алтайского, праведного Иоанна Кармянского Пресвитера, мучеников Симеона Исаака и Вахтисия, мучеников Ираклия Павлина и Венедима, мучеников Давида и Теричана Отраков, святого Михаила Виноградова Исповедника Пресвитера, священномученика Василия Крылова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те заименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok